Катар предложил новое соглашение о прекращении войны между Израилем и Хамас, о чем идет речь. Катар выступил с новой инициативой о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками Хамас, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Ксеноа. Издание утверждает, что источник на условиях анонимности сообщил, что Даха представила предложение Израилю, властям Палестины, Хамас и влиятельным арабским и международным организациям. В выдвинутой инициативе Катар предлагает постоянное прекращение огня, чтобы проложить путь масштабному обмену пленными между Хамас и Израилем для решения проблемы заложников, удерживаемых в Газе. Также предлагается вторить палестинское консенсусное правительство, которое не имело прямого привлечения в Хамас, для послевоенного управления в секторе Газа, предлагается Катару обеспечить гарантии, чтобы не повторились события 7 октября, когда Хамас жестоко вторгся на юг Израиля, и направлено на обеспечение устойчивого прекращения огня. Война Израиля с Хамас. Напомним, боевики Хамаса 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию «железные мечи» и обстреливал места террористов в секторе Газа. 24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены. Как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны Хамас, 20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Однако Хамас отверг предложение. В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и Хамасом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Голланд заявил, что война займет больше нескольких месяцев. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков Хамас в секторе Газа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.